Всем привет! Вы на канале Life in Australia in New Zealand и у нас сегодня события недели из Новой Зеландии. Ну что, в сегодняшнем выпуске вы узнаете Официальный визит в страну премьер-министра Австралии и госсекретаря США Скандал в Министерстве юстиции Партии начинают готовиться к выборам Прощание с погибшими в Оклендской трагедии Уровень преступности в центре Окленда зашкаливает Телефонные шутники закрыли 4 школы Окленда Неисправный крематорий, сколько стоит халатность? Ну и в конце немного о футболе Ну что, поехали! На прошедшей неделе премьер-министр Крис Хипкинс принимал в стране премьер-министра Австралии Энтони Албанис Это первый официальный визит Албанис в Новую Зеландию с тех пор, как он стал премьер-министром Австралии Он находился здесь на ежегодной встрече лидеров Кстати, третий двухсторонний встреч, который они провели с тех пор, как Хипкинс стал премьер-министром в начале этого года В среду днем пара встретилась за пивом в фан-зоне Чемпионата мира по футболу на набережной Велингтона Приятно видеть, что этот турнир так хорошо принят болельщиками И это еще один пример успешного партнерства Австралии и Новой Зеландии Ну и, естественно, визит господина Албанис не ограничился посещением фан-зоны Для того, чтобы пивка попить, да, кстати, пили они стейнлагер Новозеландское пиво, так символично, да Хотя не самое, так скажем, крутое, но самое разрекламированное Ну да ладно Лидеры государства обсуждали сотрудничество во всех областях Много теплых слов с обеих сторон было произнесено Причем обсуждали не только политику между двумя странами Ну а также, естественно, контакты и дружбу, да и недружбу с Китаем Потому что, как ни крути, что для Новой Зеландии, что для Австралии Китай является, в принципе, практически партнером номер один Который у них очень много чего покупает, да и поставляет Кстати, в этом году страны отмечают 80 лет дипломатических отношений 50 лет, как жители стран могут жить, работать и путешествовать По обе стороны Тасманова моря без преград Ну и, что немаловажно, 40 лет подписанного торгового соглашения между нашими странами Господин Албаниз, вспомнив о недавних изменениях в законодательстве Австралии Касательно новозеландцев Он сказал, что с момента их вступления в силу в июле этого года Уже более 10 тысяч обладателей новозеландских паспортов Подали документы на получение австралийского гражданства Кто не знает, хочу напомнить, что с 1 июля этого года Граждане Новозеландии, которые проживают на территории Австралии Могут подавать на гражданство Австралии, прожив 4 года в стране То есть гражданство Новозеландии приравняли к резидентству Австралии Вот и все То есть упростили на много жизни очень многим людям За что им большое спасибо Кстати, лидеры стран еще заявили, что создается группа По разработке системы пересечения границ в упрощенном виде Как один из вариантов, кстати, проверка пассажиров, например, только в одном аэропорту То есть если, в принципе, скрестить, так скажем, требования одной и другой стороны И, например, человек вылетает из Окленда в Сидней То есть тебя могут полностью проверить только в Окленде То есть если нужно, собачка побегает вокруг твоего багажа Все посмотрит, если все в порядке И ты по прилету в Сидней спокойно берешь свой багаж И выходишь без всяких проверок Это очень, конечно же, облегчит жизнь очень многим людям И действительно многие специалисты и турагенты говорят, что это может послужить Снижению цен на авиабилеты Потому что пассажиропоток попросту будет увеличиваться И, возможно, новые игроки войдут на этот рынок перелетов Кстати, очень даже возможно Но, опять же, группа только создается Результаты их работы будут известны только где-то к середине следующего года Так что будем ждать и посмотрим, что будет дальше Ну и потом до кучи еще страну посетил гость-секретарь США Энтони Блинкин В рамках своего визита он встретился с министром иностранных дел Нана Аймахуты И премьер-министром, о котором мы уже говорили ранее, Крисом Хипкинсом Я не буду углубляться во все вопросы Потому что это, ну, всем известно, никому не интересно Все, о чем они постоянно говорят Одно и то же, да? То есть о том, что партнерские отношения двух стран Вот там вот они все плохие А мы здесь только одни хорошие Грубо говоря, вот на этом все и закончилось То есть это обсудили Как много вклада наши народы делают В укрепление дружбы и сотрудничество наших стран И так далее Ну, короче говоря, стандартные-стандартные тексты Вот и все Но, с другой стороны, не просто так же он прилетал Но обхаживают Новой Зеландию Потому что все-таки пытаются добиться от Новой Зеландии Каких-то послаблений по поводу ядерной энергетики Чтобы, возможно, подлодки США могли заходить в порты Новой Зеландии Но пока это невозможно Я надеюсь, так на этом все и остановится И ничего изменено не будет Серьезный удар по репутации правящей партии Произошел всего за несколько месяцев до выборов Министр юстиции Кири Аллан В нетрезвом виде совершила аварию И оказала еще сопротивление полиции после этого За что и была арестована и доставлена в участок До дальнейшего разбирательства После чего, естественно, была отпущена Ну, что ее смысл там держать? Во-первых, она тот человек, по идее Который должен показывать своим примером Как себя вести Министр юстиции На секундочку Ну, а во-вторых, еще не успел утихнуть скандал Который буквально недавно разразился То есть, некоторые ее сотрудники Министерства начали жаловаться Что еще год назад Она очень некрасиво с ними общалась Обращалась Очень повышала голос Оскорбляла Давление на них проявляла И так далее и тому подобное Она, естественно, отрицает все То есть, были уже разговоры о ее смещении Потому что у нее семейная драма У нее драма на работе И так далее и тому подобное То есть, пошатнулось ее здоровье Моральное, да, психологическое Но Крис Хипкинс решил ей дать второй шанс Потому что она сказала Я полностью готова Она там брала какие-то отпуска Да, вроде как успокоилась Полностью готова к работе И чувствует себя прекрасно и стабильно Однако оказалось, что все-таки нет Что все-таки проблемы есть Нерешенные, но человек на таких позициях Не должен находиться Я считаю, если у него есть Ментальные какие-то проблемы Даже пускай это из-за стресса какого-то Человек должен быть крепок И здравомыслить И вести себя И совершать такие поступки Здравые тоже Чтобы быть у руля правительства А тем более В Министерстве юстиции Которое вообще Должен быть показателем правильности Вот так вот и произошло Ну что Крис Кипкинс ее снял С должности Принял ее отставку Или послал ее в отставку Я точно там Не помню как было Но смысл-то не в этом Она ушла в отставку сразу же На следующий день объявили об этом После задержания полиции ее И портфель ее он раскидал Между другими министрами Потому что осталось Тут всего ничего до выборов И смысла назначать нового министра нет Ну и оппозиция сразу же Осудила действия госпожи Аллан Прозвучало заявление Что она более недостойна Занимать должность Но это как бы Стандартные слова С другой стороны Я с этими словами Полностью согласен Вот задуматься просто Надо было Почему изначально Не посмотрели на это Ведь помимо премьер-министра Есть же советники у него Есть какие-то специалисты В разных областях Да, в медицине и так далее И могли бы что-то посоветовать Ну вот Как оказалось Не получилось Ну а в стране Во все начинают Появляться предложения Политических партий По мере того Как приближаются выборы По словам лидера Национальной партии Потеря четырех министров За семь месяцев Имеется ввиду У правящей партии У тех, кто у руля Да, в течение Семи месяцев Четыре министра Ушли со своих постов Это о чем-то говорит Звоночек такой, да Свидетельствует о том Что правительство разваливается Ну я не знаю Я не политик Я утверждать не буду Но действительно Выглядит не очень красиво Это подбивает партию Искать себе партнеров По возможной коалиции И в принципе Чтобы стать у руля Нейшнл я смотрю Не брезгуют Возможностью И готовы вообще Сотрудничать с любой Из оппозиционных партий Что как-то удивляет Потому что Есть же принципы У каждой партии И мы вот будем Либо не будем А тут они называли Ну это вряд ли Хотя мы можем Там что-то подумать Посмотреть Но как-то Не очень интересно Кстати например Зеленая партия Вот предлагает Первые 10 тысяч Дохода Граждан Сделать Необлагаемым Налогом А также критикует Лейбористов За отказ От введения Налога на богатство Кстати там тоже В лейбористской партии Раздел Такой Произошел Вот как раз таки Из-за этого налога Потому что Некоторые были за А некоторые против Но Одни не хотят Другие Хотят вводить Этот налог Я не знаю Я не специалист Но как по мне Так что-то возможно Можно Нужно вводить На какие-то Супер сверхдоходы И опять же У корпораций Каких-то Но если человек Заработал деньги Своим трудом И заставлять его Просто так Потому что Ну платить там Много больше Я не знаю Ну А партия Маури Которая к слову Не пользуется Популярностью У самих же Маури На удивление Ну а может быть И не на удивление Предлагают Убрать НДС Полностью Со всех продуктов Питания Кстати до этого Многие партии Предлагали убрать НДС Только с фруктов И овощей Чтобы более Сделать их Доступными людям А также Кстати они предлагают Необлагаемыми Сделать первые 30 тысяч Дохода А компенсировать Это все Можно За счет Естественно Богатых И хорошо Зарабатывающих Граждан Сделать налог Вот 180 тысяч Вы зарабатываете Больше 43 процента Налог А если 300 тысяч Больше То 47 процентов Пожалуйста А также За счет Дополнительной Стрижки Иностранных Компаний Какие-то Дополнительные Сделать Фи Налоги И так далее И тому подобное То есть Доплатите Если хотите В нашей стране Работать Что полностью Глупость Таким образом Вы только Оттолкнете Любых инвесторов Ну вот Как-то так Они считают Может быть Поэтому Популярностью И не пользуются Кстати По поводу Необлагаемого Минимума В Австралии Он например Существует Он 18 тысяч Хотя там Если что-то Пошаманить Говорят И в принципе Вплоть до 21 тысяч Можно налоги Не платить Но смысл Не в этом Смысл в том Что он есть И он должен быть И как по мне Так он вообще Должен быть То 30 тысяч Это я считаю Нормальная Правильная сумма Ну а кстати Вот по последним Опросам Партия Лейбористов Партия Нейшнл Они находятся Практически На одном Уровне По популярности Нейшнл Набирают 35% На данный момент А лейбористы 33% То есть 2% Разница Поэтому Поиски Партнеров По коалиции Нужно Начинать И тем И другим С кем Вы будете Работать В случае чего И коалиция Вернее И партии Которые Поменьше Уже потирают Руки Ожидая Что Каким Предложения Будут поступать Так что Выборы Выборы Кандидаты Как говорится Молодцы Ну ладно Продолжим Лидеры общин Представители Общественности Бизнес-лидеры И строители Собрались В центральном Деловом центре Окленда Чтобы отдать Дань памяти И благословить Место Где на прошлой неделе В результате Перестрелки Погибли 2 человека Напомним 2 человека 44 и 45 лет Скончались После того Как их коллега По работе Открыл Стрельбу На стройке Чуть более Недели назад После перестрелки С полицией Нападавший Покончил С собой Как стало известно Мы рассказывали Кстати об этом Чудовищном происшествии Если кто еще не знает И вы не смотрели Можете перейти по ссылочке И обязательно Глянуть Сотни людей Пришли засвидетельствовать Своё почтение В том числе Мэр Окленда Уэйн Браун И министр правительства Пенни Хенари Член парламента От города Окленд Такого рода Традиционные церемонии Маори направлены на то Чтобы отдать дань памяти Ушедшим А также очистить Место само по себе Для того Чтобы можно было Двигаться вперед Чтобы оно не давило И не напоминало Об этом Ну кстати Очень нехорошая Интересная традиция Я считаю Это очень правильная вещь Потому что Место действительно Где произошла трагедия Там очень много Негативной Энергии Также страха И вот Эти вот Их традиции Маорийские Древние Можно сказать Они верят В то Что это поможет Очистить это место Чтобы здесь Смогли вновь Находиться Люди Чувствовать себя Спокойно И безопасно Ничего плохого В этом я не вижу Традиции Нужно чтить И помнить о них Кстати Эта трагедия Спровоцировала Новые призывы К увеличению Нарядов полиции В районе Самого Густонаселенного Центра Страны Бизнес Наравне С жителями Центральных районов Требуют Более радикальных мер По борьбе с преступностью Я говорю про город Окленд Естественно Бизнес ассоциация Heart of the City Увеличила расходы На противодействие Преступности В городе До 620 тысяч Долларов В год Своих денег Они тратят На свою безопасность Эти деньги Будут потрачены На увеличение Количества Камер Естественно По городу Да и в помещениях Ну а также На увеличение Количества Частной охраны По большому счету Частная охрана Нужна Как я это Замечаю Во многих случаях Есть конечно Попадаются Действительно Бравые Полинезийские Ребята Или малые Очень хорошие Крупные Которые действительно Могут дать отпор И восстановить Так скажем Порядок Справедливости Однако В большинстве Своем Набирают Полупенсионеров Тем более В банки Потому что В принципе Охрана нужна Для галочки Чтобы потом Если в случае Происшествия Какого-то Что можно было Получить страховку Потому что Охрана была Но этот охранник Он бы Как вот сидел Так и сидел Кто в Новой Зеландии Или Австралии Видел охранников Я думаю Поймет меня То есть И подтвердит В любом случае Данные полиции Показали Что в центре города И пригородах За 4 года Начиная с февраля 2019 года Было зарегистрировано Более 50 тысяч Сообщений о преступлениях Что на несколько Тысяч Больше Чем в любом Другом Районе Окленда Причем Прирост полиции В центре города С 2007 года Составил всего 4 человека На данный момент На постоянной основе Там несут свою службу 99 полицейских В центре Окленда Но я считаю Что это довольно-таки мало Причем Проблема Не только же В том Что нет полицейских Самих по себе Они есть Их набирают Рекрутов новых Они обучаются Это Слава богу Пока еще остается Престижной профессией Однако Негде разместить их Нет полицейских участков Никто Новые полицейские участки По какой-то причине Не открывает Вот кстати Нью Маркет Тоже сообщает Нью Маркет Это второе По величине Бизнес-центра Такой в Окленде Вот они сообщают Так же Что ассоциация бизнеса Там потратит Полмиллиона долларов На Так скажем Не самозащиту А на охрану Да То есть Опять же Нанимать сотрудников Охранных фирм Количество камер И так далее Хотя Еще в 2007 Опять же 2003 год Ну если кто-то Где-то читал Поправьте меня Закрыли полицейский участок В том районе И вот сейчас Общественность говорит А почему вы его Не реанимируете Не откроете И вновь Не поместите туда Полицейских Чтобы они работали И несли свою службу И помогали В охране Правопорядка Кстати Очень важная вещь Если преступность растет Нужно действовать радикально Вот и все Ну а также Я считаю Что нужно менять Многие законы В стране Потому что Мы уже Живем к сожалению Не 20-30 лет назад И уровень преступности Во всех странах Я бы сказал Очень сильно увеличился И не исключение Это естественно Новой Зеландии И Австралия Ну а в четверг В Окленде Многие люди Опять ощутили страх После того Как стало известно Что 4 школы На полуострове Тиотату Были закрыты Заблокированы Точнее Сказать полиции После анонимного звонка В 11.22 В Резерфорд колледж Поступил анонимный Телефонный звонок Весьма угрожающего характера Неизвестный сообщил Что скоро На территории школы Появится вооруженный человек Персонал Немедленно заблокировал школу И одновременно Проинформировал полицию О данной угрозе Полиция прибыла В принципе Очень быстро на место И окружила школу Взяла ее под защиту А также На всякий случай Закрыла еще 3 школы В этом регионе Чтобы обезопасить Потому что Кто его знает Что может произойти А-ля Шутник Конечно же Оказался Шутником Слава Богу Да Извините за каламбур Но Ничего не случилось Полиция ведет следствие Я очень надеюсь Что его найдут Потому что Ну Я считаю Что такое вообще Неприемлемо Такие сообщения Такие вещи Неважно Какие цели Ты преследуешь Но Нельзя это делать Причем В Новой Зеландии Полиция постоянно просит Это не первый случай Потому что Происходят какие-то Такие вещи Когда школы Резко Локдаун Как они называют Закрывают И только полиция Может войти Охраняют И так далее Часто родители Естественно Переживают Я сам как родитель Это понимаю Начинают звонить Приезжать к этой школе Полиция всегда говорит Ни в коем случае Не приезжать к школе И не звонить детям своим Это очень тяжело сделать Но нужно понимать Что если будет кто-то Ходить по школе И у ребенка раздастся Будет где-то прятаться Телефонный звонок Вы сами можете понять К чему это может привести Элементарные меры безопасности Полиция постоянно Об этом говорит И просит Отнестись к этому С пониманием Похоронному бюро В Тауранге Грозит штраф В размере до 600 тысяч долларов За работу Неисправного Крематора Из-за которого Соседние дома Окутало дымом И пеплом От сами понимаете Чего Не очень приятно Но их не только Дома окутало По словам потерпевших Им очень тяжело Справиться с осознанием Того Что они в прямом смысле Слово Вдыхали частички усопших Потому что дым Пепел Он проникал в дома У людей там Окна открытые Или не очень хорошие Не важно Смысл не в этом То есть И люди дышали Этим дымом Он неисправил Он выбрасывал Пепел Включая Это как бы Очистка не работала Правильно В первую очередь Это Действительно Морально То есть Для здоровья Возможно Ничего страшного Нет Но морально Ты понимаешь Что как-то Это неправильно Да все И человека Просто могут поехать Поехать Может крыша Вот и все А так же Я считаю Что это Например Огромное неуважение К родственникам усопших Да Потому что Ну как-то Некрасиво получилось Опять же Бюро признало свою вину Владельцы сказали Что да Они полностью все признают Они очень сильно извиняются Они заявили уже Что отремонтировали крематор Так же В виде Так скажем Искупления своей вины Они на данный момент 100% своего дохода Перечисляют В благотворительные организации Различные И В любом случае То есть Их адвокат говорит Что Они осознали Что это такое У них была там Запарка Ковид-19 Очень много Они помогали В этом плане Потому что Ну сами понимаете Там они работали Тра-ля-ля-ля-ля Короче говоря Пытаются Вот признали Но пытаются все равно Найти лазейки Чтобы все-таки Снизили Штраф Потому что Ну действительно Штраф высокий И это Мне кажется 600 тысяч долларов Еще и Помимо компенсации Так скажем Пострадавшей стороне Там еще Наверное Какие-то деньги будут Я не знаю Не вникал в это Ну В любом случае Ситуация Очень-очень неприятная Ну и немножечко О футболе Расскажем После неплохого начала На чемпионате мира Победе над командой Норвегии Женская сборная Проиграла Команде Филиппин Со счетом 1-0 Я имею в виду Женская сборная Новой Зеландии Посмотрим Что будет далее Ведь в это Воскресенье Футбольные Папоротники Как они Как их Называют Да Встретятся на поле С командой Швейцарии Ну что Пожелаем им Удачи И будем Надеяться На их победу В конце Немножечко О погоде На следующей неделе В Окленде Ну опять Опять Как вы думаете Угадайте Что Правильно Дожди Понедельник Вторник И среду Понедельник И вторник Возможные Дожди Переменная Облачность В среду Полный день Зарядит Ну если верить Бюро метеорологии Ну а в четверг Вроде как Обещают Уже солнышко И распогодится Ночью От 8 до 10 градусов Днем 14-16 градусов Так что Зима продолжается Дождики продолжаются Будем всегда Мы всегда надеемся Что все улучшится Потому что И будем верить В то что У природы Нет плохой погоды А на сегодня У нас все Спасибо что досмотрели До конца Обязательно Подпишитесь на нас Оцените это видео Лайком Что еще вам сказать Ну всего вам хорошего До скорых встреч Я со всеми прощаюсь Пока